Рейд сотрудников ГАИ сегодня пришелся на Арджиникидзем. По этой улице ездят сразу несколько маршруток. 18, 40, 41 и 44. В последние, спустя 10 минут, госавтоинспекторы фиксируют нарушения. Пассажиры едут стоя. В 7.30 утра все спешат на работу. Доброе утро. Удобно вам ехать? Нормально. Нормально стоите, да. Это нарушается. Если вы пойдете в транспортном треске, вам же не платят потом ничего. Водитель Мерседеса сетует на правила дорожного движения. На 44 маршрутке Сергей Числов ездит уже полтора года. Говорит, за это время ни одного ДТП. Потому со штрафом он категорически не согласен. Теперь мы пассажиров не будем возить стояками, а будем возить чисто сидящими. И теперь они будут вам очень сильно благодарны, что они будут на работу опаздывать. На автобусе можно стояков возить, а на маршрутке нельзя. Люди же сами выбирают, как они хотят ездить. Понимаете, в чем вопрос? Мы выбираем поехать быстрее на маршрутке стоя, чем они будут стоять следующий транспорт. Между тем, среди коллег Сергея Числова, кажется, есть и те, кто осознает ответственность за человеческую жизнь. Несмотря на поток людей в час пик и возможность подзаработать, правила нарушать все же не следует. Это, кстати, стоит помнить и самим пассажирам. Стараемся не нарушать. Стараемся, чтобы все было правильно. А пассажиров берете лишних? Нет, нет. У нас машина большая, пассажиров хватает, так, чтобы присели. Во время проверок сотрудники ГАИ делают акцент на правила перевозок. Это посадка и высадка, количество человек и использование телефона без гарнитуры. Акция проводится в целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения дорожных транспортных происшествий среди перевозчиков, пассажиров. Также специалисты в рамках транспортной недели проверяют документацию, наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. За нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрена статья 18.14, часть 5. Санкция статьи до трех базовых величин. Если повторно в течение года водитель будет привлечен, остановлен и привлечен по данной статье, применяется к нему статья 18.14, часть 12. Санкция статьи, которая до восьми базовых величин. С начала года в Бобруйске произошло 9 ДТП с участием автобусов и маршруток. Три из них по вине водителей. Всего же за 9 месяцев среди этой категории госавтоинспекторы зафиксировали 214 нарушений. Мария Пересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.